Наталья Николаевна Кустинская появилась на белый свет в семье Николая Андреевича, именитого куплетиста-чечёточника, который по совместительству был директором фильма в киностудии «Мосфильм». В свою очередь мама Марина Сергеевна являлась эстрадным вокалистом. Чита Кустинских жила в центре Москвы. В их доме постоянно собирались культовые личности. Лидия Русланова, Леонид Утёсов, Аркадий Райкин и Клавдия Шульженко. Девочка росла красавицей с яркой артистической натурой, любила читать стихи и танцевать, поэтому у родителей не было сомнений, что дочери суждено сиять на сцене. Отец и мама подарили Наталье достойное образование. Она ходила на мастер-классы по балетному искусству, окончила музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу фортепиано. И главное, оказалась на курсе легендарной пары ВГИКа Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова, которые привели к олимпу успеха не один десяток своих подопечных. Однажды в интервью героиня сюжета поведает увлекательную историю о том, как ей предсказала судьбу некая ясновидящая. Слова гласили, что в первой половине жизни у барышни будет все, о чем она только может мечтать. Зато вторую половину очаровательная особа проведет в печали и забвении. Чем являлось данное предвестие? Удивительным совпадением или неминуемым роком? Думаю, каждый решит самостоятельно. Однако все сказанное исполнилось. Карьера юного дарования развивалась стремительно. Дебют в качестве актрисы состоялся в экранизации третьей части произведения «Хождение по мукам». Предложение от именитого кинорежиссера Григория Рошаля поступило, когда Наталья была еще студентом. Позже деятельница искусства вспоминала. Мой первый день на съемках оказался таким волнующим. Помню, на площадке кто-то сказал, да у нее вся техника в глазах отражается. Я не знала, что ведь думать. Отражается? Почему? Тогда постановщик, увидев мое смятение, подошел и, улыбаясь, произнес. Это хорошо, значит, что глаза большие. Какая ты смешная и наивная. Совсем еще ребенок. С тех пор колесо фортуны закрутилось. Удача в профессиональной, финансовой и личной сферах будто пребывала из рога изобилия. Очаровательная девушка влюбилась. Ее избранником стал режиссер, сценарист и автор песен Юрий Степанович Чулюкин. Он являлся воплощением девичьих грез, где барышня воображала отношения творца и музы, подобны тандему Григория Александрова и Любови Орловой. Ведь в тот период кинорежиссер находился на пике славы и, казалось, красавица, женатный, не будет сиять на всех советских экранах. Однако все сложилось иначе. Юрий сдерживал творческие порывы благоверной, честно признавая, что ему нужна хозяйка в доме, а не деятельница искусства. Кроме прочего, Наталью всюду окружало мужское внимание, что беспокоило Юрия. Тем не менее, он обещал суженой подарить роль под стать голливудским дивам, но постоянно отодвигал сроки. Поэтому, когда Чулюкин утвердил Надежду Румянцеву на грандиозную роль в художественном фильме «Девчата», это послужило истоком грозовых туч в браке. Ходит молва, что на самом деле Наталью не одобрил совет Министерства культуры, считая, что она не подходит под амплуа нашей любимой Тоси, а постановщик-супруг не особо проявил настойчивость в данном вопросе, чем без сомнения огорчил суженую. Однако, как говорится, порой нет худа без добра, ведь артистическое исполнение Надежды Васильевны увековечило киноленту «Девчата», а Наталья Николаевна, в свою очередь, не оглядываясь на мнение избранника, решила принять участие в доброй, веселой мелодраме про отпуск 3 плюс 2. На съемочной площадке девушку окрестили «наше солнышко». Во многих интервью Кустинская часто делилась впечатлениями и вдавалась в ностальгию по тем временам, рассказывая, «Мы будто правда пребывали на отдыхе, хотя трудились над общим делом. В людях заключается магия кинематографа». Когда выключали камеры, мы не расходились, а всем коллективом брали взрослые праздничные напитки и отправлялись либо на берег моря, либо на веранду дома, где жили, и сидели до утра. В тот период протекал знаменитый роман харизматичной пары Андрея Миронова и Натальи Фатеевой. Фильм 3 плюс 2 принес мировой успех творческому тандему Фатеевой и Кустинской. Они моментально получили статус самых красивых актрис Союза. Их сопоставляли с дуэтом Джейн Рассел и Мэрилен Монро. Поклонники одаривали письмами, а режиссеры новыми предложениями. Тогда же восходящую звезду пригласили на неделю моды в Париже, где стали именовать русская Бриджит Бардо. А местный журнал включил в список самых красивых женщин мира. Супружеская чета Чулюкина и Кустинской желала привести на белый свет первенца, надеясь укрепить семью. Однако обоюдная мечта так и не осуществилась. Чувства постепенно угасали. В итоге героиня повествования узнает о сопернице, которую супруг поселил под кровом своей мамы. На прощание Юрий все же сдержал за рог, организовав некогда возлюбленной роль в спортивной комедии «Королевская регата», питав надежду сохранить отношения. Но с финальными титрами картины союз был завершен. В конце 60-х годов прошлого века среди поклонников «Блистательной дамы» находился величайший талант всех времен Муслим Магомаев, чей редкой красоты голос можно распознать с первых звуков. Судьбоносная встреча состоялась в сказочных просторах Белоруссии, куда актриса отправилась на гастроли с коллегами. Там же проходили концерты культового музыканта. Благородный джентльмен очень нравился творческой особе, но ее сердце было уже занято. Позднее она приоткроет завесу тайны. У нас протекало очень светлое, абсолютно платоническое общение. Он являлся скромным, честным, порядочным и просто необыкновенным человеком. Помню, мы спускались по лестнице рука об руку, и он постоянно напевал марш Мендельсона. Муслим тогда был свободен, а у меня уже присутствовал жених дипломат Олег. И, к сожалению, мы пошли разными дорогами. А потом я узнала, что он сыграл свадьбу и была несказанно рада за него. Муслим достоин истинного счастья. Второй раз под венец обаятельная персона отправилась с сотрудником Министерства внешней торговли дипломатом Олегом Волковым, который буквально носил даму на руках. Со слов очевидцев он испытывал к ней искренние романтические чувства. Ради блистательной дивы Волков оставил первую семью. В их паре появился на белый свет единственный сын Дмитрий. Как-то в преддверии Нового года Наталья Фатеева решает пригласить свою давнюю приятельницу Кустинскую совместно отметить зимние празднования. Тогда гостеприимная хозяйка дома и вообразить не могла, какие последствия это повлечет. Ведь она лично познакомит тезку со своим мужем, героем Советского Союза, космонавтом Борисом Борисовичем Егоровым. Необходимо подчеркнуть, летчик являлся представителем одной из самых уважаемых профессий. В мемуарах Наталья Николаевна Кустинская поведает, когда мы отмечали Новый год, у Фатеевой совсем не было настроения. Я решила развеять обстановку, села за рояль, стала играть Элегию Рахманинова. Борис подошел и сказал, Наташа, это мое любимое произведение. А потом он пригласил меня как-нибудь покататься на машине вдвоем. Я его осторожно поправила. А как же Наташа и Олег? Тогда он взял паузу. Но примерно через два месяца пришел с полными авоськами продуктов к нам с мужем в гости, а через неделю пригласил меня в ресторан, якобы просто перекусить. Однако в конце ужина признался в чувствах и поделился трогательной историей. Оказывается, еще в юности ему часто снилась похожая внешне девушка. И когда он встретил меня наяву, тут же решил, это судьба. Я в тот момент растерялась и спросила, вы хотите, чтобы у нас был роман? А в ответ услышала, нет, я предлагаю вам руку и сердце. И после мы не расставались. Двадцать по-настоящему счастливых лет. Это оказалось лучшее время моей жизни. Я, Борис и Дима являлись одной крепкой семьей. В нашей квартире стояла французская мебель. В моем распоряжении находились самые модные заморские наряды и драгоценности. Мы часто получали приглашения на приемы в Кремль. Среди прочего в гараже стояли машины, на которых никто еще не ездил. У Бориса Бьюик, а у меня Форд Капри. Маленький, серебристый, как самолетик. На даче собирались достопочтенные господа. Как-то даже сам Горбачев гостил. Егоров воспитывал Митю под стать родному и души в нем не чаял. Тогда у нашего сына было все хорошо. Он весьма удачно снялся в картине, где главную роль исполняла Кристина Арбакайте. Но решил не продолжать актерскую стезю, а пойти иной тропой. Но судьбу сетовать не стоит. У меня было много счастья, но и горе не заставило себя ждать. Так или иначе, любая эфемерная сказка рано или поздно приходит к реальности. В летописях прошлого Натальи Николаевны Кустинской воплощается череда неприятностей, после которых все разворачивается на 180 градусов. Возрастные изменения и хронические недуги приводят к тому, что карьера превращается в воспоминания. А космонавт находит новую спутницу. Расставание с ужином стало для актрисы истинной драмой. Ее жизненный путь в особенности женскую долю можно сравнить с переплетением фатумов, таких див, как Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор. Каждый справляется с невзгодами бытия по-своему. Творческая дама начинает все с чистого листа с четвертым благоверным, доктором экономических наук и профессором Геннадием Хромышиным. Он помогает яркой персоне пережить тяжелый этап и становится надежной опорой. Со своей стороны Борис Егоров, будучи некогда благодетелем героини сюжета, узнав о звоне свадебных колоколов, просит бывшую пассию освободить жилплощадь, которую ему предоставили за заслуги перед отчизной. Таким образом угасает и финансовое благополучие. В союзе с четвертым избранником будет основной существенный порог. Чита зачастую проводила досуг за душевными беседами под аккомпанемент взрослых праздничных напитков. С профессором они будут вместе более десяти лет, до самого его перехода в мир иной. Начало 21 века оказалось для Натальи Николаевны наполненным горем, печалью и драмой. Ведь будто по зловещему року друг за другом белый свет покинули самые близкие люди. Внук, которому было всего несколько месяцев от роду. Далее обрел покой сын, который многие годы пребывал в окружении иллюзорного веселья и порока. А затем муж. После подобного блуждаешь по долине мрака и ищешь светлый лучик надежды, дабы продолжать существование. Очаровательная дама находит выход из темного лабиринта страданий, вступив в пятое официальное отношение с соседом по лестничной площадке Владимиром Масленниковым. В его лице она обретает поддержку. Но, к сожалению, по прошествию пяти лет мужчина покидает этот мир. Шестым спутником бытия главной героини являлся Стас Ванин. Данное общение охарактеризовать весьма непросто и можно рассматривать с разных точек зрения. Кустинская оказалась в одиночестве, когда ее самочувствие нуждалось в постоянном наблюдении. Крайние годы Ванин ухаживал и заботился, когда она уже не могла покидать пределы квартиры. Даже взял ее фамилию после документальной росписи. Однако под финал истории он оставил деятельницу искусства. Последние месяцы с ней рядом находился специализированный работник из церковной ассоциации Андрей Асеев. В народе говорят, нет ни лучшего, ни ошибочного пути. Есть только твой путь.